Всем привет! Это снова я и снова краткий пересказ очередного тура Медиа Лиги. Это видос для тех, кто бережет свои силы и глаза, и не смотрит все выходные Медиа Лигы. Ну а если вы смотрите и заметили, что я что-то пропустил, заглядывайте в телеграм-канал Нечай, пишите в предложку. Ну а если вы каламбурщик, то, естественно, пишите в послевилку. Нет, пацаны, но здесь вы просто убиваете медиафутбол этой карточкой. Эгреси и наши парни открывали тур, и если вы заблудились в лесу, то определяйте, где находится север по расположению мха. А если вы заблудились на футбольном поле, то определить, где находится вратарь Эгреси, просто невозможно. Он может находиться везде, только не в воротах. Эгреси долго вели в счете, потом наши парни вышли вперед после спорного гола, потому что молодой погребняк типа подыграл себе рукой. Но Эгреси сравняли в добавленное время. Плакал Уткин, плакал Воробьев, и, видимо, плакал Гусев, Орлов и остальные люди с птичьими фамилиями. Уткин поздравил судью с тем, что он отнял у них победу. Вы украли у нас победу. Вы пытались повторить за ворот. Я поздравляю вас. Не надо менять ни с чем поздравлять. Нет, я поздравляю вас с этим просто. И все зрители были в восторге, что Уткин это сделал спокойным голосом. Люди восхищаются тому, что должно быть в порядке вещей. Дожили. В итоге ничья 2-2. Внезапная шутка. Кто больше всех любит петь? Киркоров или Гудмакс? Ну, конечно, Киркоров. Потому что он любит не только петь, но и Вась, и Миш, и Германов, может быть. А я очень люблю Пари за то, что помогают делать ролики на моем канале. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и получайте фрибет в 1000 рублей при регистрации. Надоел спорт? Попробуй устать от него. С Пари не получится. Дальше играли Бейбеги против Ромы. И перед матчем Соболев сказал, что наигрался в медиафутбол и ушел из команды. Хочу сказать всем спасибо. Я наигрался в эту игру. Ещенко сказал, что Соболева просто не отпустила жена. Жена не отпустила? Ну, конечно, жена не отпустила. Почему? Сегодня что у нас? Пятница? Пятница. Ну, развратница. Бейбеки вышли, как реальные бейбеки со слюнявчиками, бутылочками и обосранными штанами. Конечно же, на поле ругались. И в эпицентре Рубини оказался Денчик. Он почти уничтожил словес на Кожемяку. Трой, блядь, отсюда, да? Ты чего, блядь, я ебался, блядь? Динар. И потом прямо в прямом эфире Кожемяка испугался и пропал. Прям как ничьай, уехав в путешествие. Ах, это вошел. Ромарой забил гол, когда уже бейбеки вели 3-0. И этот гол долго смотрели на Варе, потому что мяч ушел в аут при атаке. Но Ромарой сказал «Вы че, ебнулись мой гол от меня?» И гол все-таки засчитали. Это оказался первый гол Ромароя за всю историю существования Медиа Лиги, а также его первый гол в официальных встречах за 411 дней. В конце матча все увидели, как бегает Конг и как защитник Рома Петрушин подкатывает к девушке. Короче, бейбеки победили 3-1. Вы че, блядь? Дальше играли Броуки против Тому Жунту. Гуркину подарили стул и соленые огурцы. Но это профессура. Ну и после домашних соленых огурцов действительно можно потерять свой стул. Ну и получится, как у трудовика после острых крылышек. Сделать только жидкий стул. Но это профессура. Со словом «бахера» мы, кстати, разобрались. Бахера, бахера. Рефлищанка. Ну а нынешний матч судил Жилинский. И если что, по-португальски для него есть фраза Что значит, это не контакт для пенальти. Егоров, как обычно, быстро перебывался в прямом эфире. Вот это гениальное штрафное, конечно, что я сейчас придумал. Просто захотелось свистнуть. Он такой, о, ты че? Подожди, смотри за футболочек. Да, да, да. Ну, я и говорю, захотелось свистнуть. Он свистнул, чисто штрафное. Я согласен абсолютно. А Броуки, как обычно, победили. На этот раз 2-0. Ну а дальше играли ФК Деньги и Тудроц. Михалыч стал главным тренером ФК Деньги, потому что ничай, как вы уже все знаете, свалил. Всех бросил и бла-бла-бла. Стана сдавал установку во время матча нападающему. Просто уеби ногой, которая к туловищу присоединена, бля. По-круглому, блядь, мячу нахуй. Михалыч звонил Никиту перед матчем. А, это Никита Судроц, по-моему. Алло! Ку-ку, блядь! Во втором тайме вышел вратарь Алекс у Тудроц и пропустил гол. И его сразу же заменили. И выпустили обратно Сычева. Ну а Сычев это как одинокая и жирная девушка в ночном клубе. Стопудовый вариант. Кузнецов не понимал, кто выпустил Алекса. Алекс не признавался, кто его выпустил. И, видимо, за это поплатился вечным сидением на скамейке. Ну и просто Алекс настолько воспитанный, что если вызвать его родителей, то реально придут Аист и Качан Капусты. Ну, ссор из-за сбы, как говорится. Я не хочу говорить, кто мне это сказал, что мне это сказал. Я также не сказал об этом Викторовичу. Поставлять пацанов из команды я тоже не собираюсь. Ну а если бы тренерский штаб видел, как разминается Алекс, то у них бы не было бы сомнений, что выпускать его не надо. А вот, кстати, некит сразу стал сливать, кто выпустил Алекса. Кто? Кто? Кто, блядь? Имя мне назовите? Говорит Белка Алла. Кто? Говорит Белка Алла. Пиздец, Белки Алла нахуй. Пиздец, Белки Алла нахуй. Пиздец, Белки Алла нахуй. Пиздец, Белки Алла нахуй. Я думал, что все... Игрока ФК Деньги Демина удалили за супер мощный невероятный удар. И в итоге Тудрос победили 3-1. О-о-о! Показал пресс! Еще играли с The Family против Fight Nights. И я могу отметить только, что у Камила Гаджиева уже второй матч подряд есть моменты у чужих ворот. И он классно нацелен на них. Так что его гол в медиалиге – это только вопрос времени. Кстати, победили с The Family. Дальше играли на спорте и реалити, и если коротко... Сослан Марадович Гатагов был недоволен судейством. И если в первом сезоне была статистика, что судьи больше всего ошибаются в пользу на спорте, то теперь все иначе. Похоже, теперь судья для на спорте – это как третий ребенок для мамы кенгуру. Не по карману. Ну и если еще, короче, на спорте победили. Потом играли Амкал и Родины Медиа, и игрок Родины Медиа зачем-то на лбу себе нарисовал член и написал Сибыч. Что вы видите? Что вы видите вот здесь вот, на данном рисунке, так сказать? Но Сибыч оценил. Маленький нарисовал, брат. Даже в лежачем не такой. В какой-то момент матча по Сибскане ударили и нажали на кнопку активации танцора. Ну или, возможно, Сибыч просто не знает, как показывать боль, потому что в детстве упал в чан с анестезией. Очень много бомбил текила. Иди отсюда, блядь. Ты сгибался, блядь. Лошок, блядь. Сгибался, Сань. Лошок, блядь. Маврин был наоборот, очень мил. Фидос стендапил в воротах и возле ворот. Возьмите, у нас нет челленджей больше. Возьмите вы, пожалуйста. А, он сам все взял. Все, сори. Ну и очень крутым красавчиком был Жилинский и его диалоги с игроками. Сень, а можешь вопрос тебе задать? А что послужило поводом таким? Сень, Жилинский, почему это? По сигналу. Чего так себя ведешь? Чего так себя ведешь? Вася Маврин пнул по мячу после свистка. Нет, конечно. Вась, ну над тобой, чего мне прикалываться, блин? Так а чего ты тогда, зачем ты даешь такие желтые? У тебя проще задача, блядь, чем судить и грублить. Просто свисток услышать, мяч не бить, вперед, блядь. Блядь, мне показалось, это твой зацепил, блядь, сзади. Ты давай стоишь, ты убегаешься. Та-та, блядь, Вась, давай. Я стараюсь, я тебе клянусь. За рот. Блядь, чушь, мяч в другой стороне. Я физически... А как я, блядь, у меня что, пять глаз, нахуй, блядь? Взял его по ноге и заданул, блядь. Я слышал и видел. Не я ударил, а Алекс ударил. А вы пихаете мне, блядь. Тегила, кстати, в какой-то момент выглядел как мама, которая возвращается с родительского собрания. Это что такое? Это что такое? Скажи мне, что это такое? Досталось даже Карену Адамяну за то, что он якобы подсказывает судье во время комментирования. Это не я. Подожди, подожди, подожди. Кто тебе говорит? Кто тебе говорит? Красная? Не-не-не, погоди. За что? Сань, кто тебе сказал, что я подсказывал? Ты подсказываешь. Он меня не слышит, Сань. Он меня не слышит, Сань. Да он меня не слышит, блядь. Дим, ты меня не слышишь же. Да я слышу, я тебя говорю. Даже сейчас. Ой-ой-ой-ой. В итоге ничья 1-1. Парни, хочу всем сказать, что выставку после игры обязательно надо. Кто не моется, козел вонючий. Потом сыграли козлы против Рубина и на матч зачем-то пришел народ. Видимо думали, что увидят рэпера с Сикс Найна, но не увидели, конечно. Рубин забил с пенальти с альдухой. Гуди оказался тем еще козлом и получил красную карточку за такую вот ситуацию с вратарем. Молодой Платон играл как старый шугар Фифа. А после матча уже по традиции кто-то ругался на Гуди. Теперь он якобы задолжал кому-то денег. Ну и в итоге Рубин победил у козлов, а мы будем следить за развитием событий. Ну в смысле мы. Я, естественно, увидимся через неделю, а вы продолжайте экономить свое время, смотря этот формат. Спасибо вам всем за внимание.